Выжить без боеприпасов и воды и не сдаться в окружении террористов с любовью к семье, своей стране. Кто и как помог благодаря нашему проекту «Черное зеркало»? Смотрите. Луганская область. Обстрелы не утихают. Украинские военные всеми силами удерживают позиции. Залпом! Бой! Так защищали 32-й блокпост возле Смелого, недалеко от Луганска. На прошлой неделе боевики нагнали сюда техники, и полторы сотни украинских военных попали в окружение. Позвонил домой Виктор Дзюрак. Звонит и говорит, что мы уже трое суток без воды, еды уже почти нет. И из всех сторон только бомблят. Мы в уточнике. У них есть техника, там казаки и чеченцы. Там, каже, техника, там все, у нас ничего не было, у нас только одни винтовки. А эти броневые машины, там работают, каже, снайперы, и всю технику нам побили. Тем же вечером Виктор звонил, чтобы попрощаться с семьей. В них недалеко, позавчора, кулеметчик. Его ранили. Туда никто не добрался, и тот человек за сутки помер. Женщина решила действовать. Подняла на ноги всех. 15 числа я отправил все соответствующие документы, что такая ситуация. Три дубы люди без боеприпасов заблокованы. Або знатись, або мова знищена. Каже, открыто подтянули градустановку. На следующий день БСНБО заявили, пришла подмога. На блокпост належало подкрепление бойцов забезпечения питной водой, продуктами харчувания. И пановлено боекомплект. Сейчас там происходит инженерное облашение позиций. А это программа «Черное зеркало» на Интере. Вчера выходит информация РНБО, документует, что все разблоковано, что туда доехали, уже их спасли. Сегодня разговор с людьми, скажут, нас реально, Экстер Миколаевич, злили. Сегодня 150 душ, которые оточены, и уже пятый день без воды. Будь ласка, дайте им допомогу. Потому что я не знаю, чем я могу сегодня допомогти. После этого эфира спасательную операцию на самом деле начали. На помощь пришли десантники, спецназовцы и Айдар. Жестокий бой. Один военнослужащий погиб, 9 ранены. Блокпост разблокирован. Это колесо начало крутиться. А то куда звонили, куда что, там бесполезно было. Кажут по времени, что все, там до них дорога пробита. Вчера Виктор звонил домой. Вода, провизия и самое главное, боеприпасы есть. По крайней мере, на ближайшие три дня. И есть надежда. Виктория Максимчук, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.